В процессе борьбы против мраморного клопа в регионе Грузии мероприятие опрыскивания оценивает руководитель регионального управления Национального агентства продовольствия. Она говорит, что в регионе самое большое количество вредителя было зафиксировано в Ланчхути, и как раз отсюда начали опрыскивание. В итоге вредитель из Ланчхути переместился в муниципалитеты Озургетти и Чухатаури. Здесь опрыскивания проходили в параллельном режиме. На этом этапе в регионе Гури обработано 20 тысяч гектаров хозяйственных земель. Также установками привлеки-уничтожь 8 тысяч гектаров. Распространение вредителя находится в прямой связи с повышением температуры. Специалист прогнозирует повышение активности вредителя. Как говорит Нино Шеттирули, оценка активности вредителя осуществляется с помощью наблюдения над системами мониторинга. Как она говорит, в регионе действует 18 единиц спецтехники. В том случае, если нужно будет мобилизовать дополнительные силы, помощь осуществит штаб координации борьбы против мраморного клопа. В регионе Гури закончили первый этап опрыскивания. Исходя из этого, можно сказать, что самое большое количество вредителя было зафиксировано в муниципалитете Ланчхути. Естественно, опрыскивание начали в муниципалитете Ланчхути. Мероприятия провели очень быстро и оперативно. После перемещения вредителя было зафиксировано в муниципалитете Озургетти, где опрыскивания вместе с муниципалитетом Чохотаури проводились в параллельном режиме. Приблизительно обработали 20 тысяч гектаров земли, вместе с этим 8 тысяч гектаров лесов, где установлены системы уничтожения вредителя. Вместе с повышением температуры ожидается еще одно нашествие. И мы к этому готовы. Действуют 18 единиц техники. На первом этапе нам понадобилась помощь, и штаб оперативно выделил силы. И если на втором этапе возникнет надобность, мы готовы проводить действия в активном режиме. Картина может измениться ежедневно, исходя из температуры. Допустим, вытеснение из лесов, из домов. Как только температура повышается, вредитель не остается в укрытиях и выходит на природу. Поэтому ежедневный мониторинг на этом этапе очень важен. Если сегодня фиксируются два вредителя, завтра эта картина может кардинально измениться. Поэтому второй этап опрыскивания проводится с помощью активного мониторинга.